Слушай, а их могли задним числом уволить? Сейчас вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Не проблема. Вопрос-то не в этом. А когда вы узнали, я думаю, что да. Я просто хотел узнать. Я говорил об этом и год назад, и полгода назад, что если бы я был руководителем ГРУ, если бы я имел отношение к нынешнему ГРУ, я бы воспользовался, безусловно, конфликтом в Донбассе, чтобы некоторые аспекты проверить, потренировать. Ну, конечно. Ну, а как? Ребят, надо же как-то тренировать. Мне кажется, в любом случае, любая разведка должна следить за любым конфликтом. Ну, это логично. Я бы обязательно посмотрел, что там происходит, как происходит, каковы силы. Понимаешь, что такое разведка? Значит, это надо исследовать. Если бы я был начальник ГРУ, я бы сказал, черт, ребят, давайте это исследуем. Это же прикольно, это же интересно, это же надо знать. А если случится конфликт, не дай бог. Мы же должны знать, как работает НАТО, как должны мы соответствовать, как мы должны ответствовать. Я считаю, это бесценный опыт. Давай поставим вопрос. Вы бы одобрили, если бы подразделения ГРУ были в Донбассе? Вот очень простой вопрос. Я говорю вам, что я бы отправил обязательно. Ну, а как? Я же должен НАТО пощупать, пощупать за вымя. Я должен их пощупать, понять, они какие. Ну, мне нужно соприкосновение какое-то маленькое, чтобы я понял, что там, как там. А я бы тоже одобрила. Да? Да, ну, потому что, мне кажется, в таких условиях, когда конфликт идет рядом с твоими границами, ты должен быть предельно аккуратен и осторожен. Осторожен и информирован. Вот у меня сейчас пошло голосование. 83% одобрили бы. Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Ну, не то, чтобы одобрил, по большому счету, ГРУ предназначен для таких целей. В отличие от службы внешней разведки, которая занимается политической, стратегической разведкой, ГРУ занимается разведкой целенаправленно. Украина сейчас, это, по сути, линия соприкосновения. С НАТО. С НАТО, да. Там идет прямое военное соприкосновение. И скажите, и даже то, что они обсыпались, ну, предположим, давайте предположим, что это и были два грушника. Не бывшие, а реальные. И то, что они обломались, это же тоже следует изучить, понять, как работает это разведка, как они их засекли, как они их окружили. Это все бесценный опыт. Абсолютно необходимый. Ну, в отличие от истории с десантниками, здесь, конечно, налицо явный успех украинских вооруженных сил. Да. История с беспилотником, это все, в общем, такая история для непрофессионалов. Реально-то беспилотник длительного нахождения в воздухе, это очень серьезные вещи. Украинцев их нет. Нет, да. То есть это беспилотники для стратегической разведки, которые могут часами висеть, даже сутками висеть над большим районом и отслеживать. Я думаю, что была агентура, агентурная разведка, и информация была, что идут два человека в сопровождении, в сопровождении уничтожить, а вот этих двух в живых оставить в любом случае. И, скорее всего, применялись технические средства разведки. Это радиотехническая разведка, радиоразведка. Люди отслеживали. Но скажите, что даже негативный опыт абсолютно бесценен. Ну, конечно. Конечно. А то, что группы там должны находиться, ну, это очевидно. Это их предназначение прямое. Спасибо. Спасибо. Значит, я останавливаю это голосование, потому что результат не меняется. Ребята, 82 на 18. Вы бы одобрили нахождение разведных групп ГРУ в Донбассе? 82 процента. Нет, не одобрили бы. 18. Ну, ГРУ для этого и создается. Мы должны щупать за вымя НАТО. А как еще их пощупать за вымя? Ну, куда ехать? Что, поехать к пуштунам попроситься? Пуштуны, пустите нас, пожалуйста. Или там не к пуштунам, пожалуйста. Значит, в ИГИЛ попроситься? ИГИЛ. Пустите нас, пожалуйста. Мы хотим НАТО за вымя пощупать. Нет. Ну, мы должны их потрогать. Мы должны понять. Мы должны проверить их. Это обязательное дело. Алло, здравствуйте. Это, конечно, очевидно было, что подразделения ГРУ должны находиться там. Это, так сказать, некий тренировочный полигон. И, опять же, да, прощупывание тех средств, которые сейчас НАТО уже прислало туда, в Украину. Поэтому все очевидно. Понимаешь, что в ГРУ есть разные подразделения. Это правда. И то, что два бойца, практически, 90%, что они действующие, военнослужащие. Ну, действующие, а формально не действующие, понятно. Их могли уволить прямо перед командировкой. Да, да, конечно. Но, в общем-то, я думаю, найдут способ, чтобы обменять их. А вот какое это могло бы быть подразделение? Какое это могло быть подразделение? Ну, это, грубо говоря, состоящее из обычных сержантов, прапорщиков, основном там командир. Там один офицер и один сержант. Да, да, так и получается. Командир группы офицер, остальные в основном сержанты, ну, прапорщики максимум. И подразделение, где одни офицеры. Нам что там нужно? Нам нужно понимать, какое оружие поставила НАТО. Нам надо иметь его образцы. Нам надо забрать это оружие. Ну, и образцы, да. Ну, и, конечно, держать руку на пульсе передвижения украинских войск. Нам надо понимать, как и что делают натовские инструкторы. Нам надо понимать, кто персонально из натовских инструкторов работает, какой опыт имеют до сих пор и так далее. Нам нужно изучение ситуации, конечно. Ну, конечно. Ну, а кто, кроме ГРУ, это должен делать, интересно? Конечно, ГРУ это и должна делать. Нам нужно понимать, кто конкретно, из каких подразделений прежде служил, какой Джон приехал, что этот Джон говорит, как этот Джон оперирует, какие способы ведения военных действий, боевых операций. Этот Джон предлагает украинца. Потому что украинцы мясо. Но там есть американец, который показывает, что делать, говорит, разрабатывает операцию и так далее. Нам надо это понимать, щупать руками, понимаете? Если мы этого не пощупаем, то как мы будем потом... Мы будем нести потери в случае военного противопоставства. Если мы их не пощупаем сейчас, то в случае военного соприкосновения с Америкой мы будем нести потери. А зачем нам нести потери? Зачем нести потери, когда мы можем сейчас это разведать? Значит, надо разведывать, надо понимать, как украинцами, как оловянными солдатиками, воюет Америка. Америка воюет. Мы должны это точно понимать и точно разведывать. Но мне кажется, настолько очевидная вещь. Алло, здравствуйте, доброшу вас. Сергей, спасибо за ту версию, которая все-таки уже более-менее приобрела какой-то человеческий вид. Я все думал, что же это будет. Потому что первое появилось, это милиционеры. Второе появилось, это наши увольные. Теперь вы официальные. Нет, подождите, подождите. Я не официальный. Я вообще не... Я не официальный. Я не официальный. Когда я стал официальным? Когда я стал официальным? Это все понятно. Я говорю... Нет, послушайте меня, послушайте меня. У вас есть минута? Я принял военную присягу в ГРУ. Я лично. Я лично. Я себя до известной степени... Конечно, это ерунда. Но я себя до известной степени могу представить военным. Кроме того, потому что я вырос в гарнизонах. Я вырос в гарнизонах. В летных. Понимаете? Мой батя. Генерал-майор авиации, летчик первого класса. Родоренко, Леонид Филиппович. Значит, вот я вырос в гарнизонах. Я говорю, что я полагаю логичным, как мужчина. А, кстати говоря, Эля Хасаншина, как женщина, как русская женщина, полагает это логичным, как женщина. Значит, что мы должны обязательно изучать. А изучать кто должен, кроме ГРУ? Сергей, действительно, ГРУ, потому что это военная разведка, и там идет военный конфликт де-факто. Я сейчас выношу за скобки, русские, нерусские, кто там все это устроил. Военный конфликт, ГРУ должно быть. Вопрос. Зачем эти господа, которых сейчас захватили? Первое. Значит, убили одного из украинских военнослужащих. И второе. Почему они так сразу все начали сдавать? Как они? То, что они та, откуда они, кто их командиры и прочее, прочее. Есть нюансы. Как минимум, непрофессионализм, я так понимаю. Ну, значит, надо изучать. Супер-витязи ГРУ. Ну, подождите, ну, подождите. Ну, ГРУ разные люди есть. Я вот мирно сидел в наушниках, я, Сережа. Сидел мирно в наушниках. Если бы вы лично начали мне загонять иголки под ногти какие-то, я бы, может, и даже огорчился. Ну, люди разные. Вы считаете, что их пытают, и на самом деле... Я не знаю, я просто... Я не считаю, я не считаю. Я считаю, что бесценен опыт, в том числе негативный. Да, вопрос вот прямой. Давайте. Русские войска есть? Российские войска на территории Украины? Безусловно нет. Безусловно нет. С моей точки зрения. С моей точки зрения. Ну, потому что если вы... Как вы говорите, сделать нельзя, не сделать, нельзя, говорить запрещается. Нет, это шизофреническая ситуация у Грегори Бейтсона. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Ну, вот... Какой вы хороший. Это не лайк, Сергей. Ну, всем все понятно. Подождите. Давайте попробуем применить формулу Сильвини Палацоли, которая говорит... Она вслед за Бейтсоном, она его цитирует. Она говорит так. О наше шизофреническое взаимодействие в семье. Мы больше так жить не можем. Первая позиция. Мы больше так жить не можем. Мы никогда ничего не предпримем для того, чтобы что-либо изменить. И третье. Всякому человеку извне семьи, вне семьи, попытавшемуся сделать нам замечание, мы окажем сплоченный отпор. Ну, это же несчастливая семья, согласитесь. Шизофреническая. Ну, как вам сказать? Это несчастливую семью. Ну, как вам сказать? Очень много семей, где кто-то любит играть в жертву и так далее. Почему несчастливая? Вот, Сергей, я юрист. Я юрист, в арбитражном суде представляю интересы. Я так вас понимаю. Я вот защищаю и одну сторону, и другую. И каждый раз я убежден в своей правоте, хотя знаю точно, что я не прав. Я абсолютно убежден всегда. И я бьюсь до последней, до третьей, до четвертой инстанции. Очень правильно. Очень правильно. Нельзя сделать, нельзя не сделать. Запрещено обсуждать. Но это, кстати, шизофреническая ситуация. Но на самом деле, мне кажется, любые разведслужбы работают до известной степени в шизофренической ситуации. Нельзя сделать. Нельзя не сделать. Запрещено обсуждать. Все понятно, да? Все останется на своем. Ты обязана это сделать. Представляете, все ситуации. Ты обязана это сделать. Ты точно понимаешь, что это нельзя делать. И ты точно сделаешь. Значит, и... Ну, это запрещено обсуждать. И все, да, мозг складывается в трубочку просто. Понятно, что делать. Даренко, ты у них на крючке, поэтому ты лжешь в эфире, говорит Игорек. Игорек, вы знаете, у меня замечание какое-то. Не пишите капслоками. Вы похожи на подростка из 90-х. Вот в 90-х подростки писали капслоками. И эти самые... И климактерические женщины. Причем подростки и женщины в этом возрасте любят писать заглавными буквами. Пожалуйста, добренькие, не пишите, не надо. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Добрый день, Сергей. Насчет темы о захвате российских... Да, да, да. Лично сам я человек молодой, но у меня есть школьный друг, который служил. Да, давайте. Его товарищи, его товарищи, контрактники, регулярно с января по март с ним переписывались. Ага. Ну вот, если верить их словам, если верить их словам, на Украине они служили. Ну что служили? Они брали отпуск и ехали. Вы поймите, там нет армии как таковой. Там есть люди из армии. Но это вообще никто не скрывает. Там есть люди из армии. Там есть люди из шахтеров. Там есть люди из официантов кто-то, выходцы и так далее. Но там они есть. Почему я позвонил, решил позвонить? Потому что эти слова говорили именно те люди, которые в данный момент проходят контрактную службу. Значит, они написали отпуск за свой счет. Отпуск за свой счет. По состоянию здоровья родителей. И убыли. Возможно. Убыли и счастья. Да. Что такое? Нитки, которыми наши военные пытаются шить эту историю, явно белые, говорит Емеля. Емеля, прекратите. Вот, что я понимаю, все. И Клаус, который говорит, нельзя врать, нельзя не врать, нельзя в этом признаться, говорит Клаус. Очень смешно. Ну, слушай меня, шизофреники. Шизофреники, дорогие, я к вам обращаюсь. Значит, я настаиваю вам, как человек, способный, как мне кажется, на рассудительную работу, рассудительную интеллектуальную работу. Значит, если бы я был главой ГРУ, или у меня были бы какие-то спецподразделения, и я бы не отправил пощупать за вымя НАТО в Донбассе, я бы был кретин. Да. Я бы был кретин. Значит, если бы я не был кретин, я бы отправил ребят пощупать НАТО за вымя. Обязательно. Обязательно. Но это естественнейшая вещь, которая первое, что приходит в голову. Прекратите себя стесняться. Спокойно. Спокойно. Смотрите, как ведут себя американцы. Почесывая себе яйца. Спокойно. Спокойно. Рассуждают о своих собственных интересах. А вы все время себя стесняетесь. Не будьте вы придурками. Нам надо щупать НАТО за вымя. Мы это будем делать. Да, будем. Да. Понятно? И будем, и хотим, и будем. Понятно? Потому что это в наших интересах. Вот имейте это вальяжное спокойствие. Людей, которые точно осознают собственные интересы. Понятно? Прекратите стесняться постоянно. Господи помилуй.